Привет, мои хорошие! С вами Селена Свея. Сегодня у нас будет зачистка, и это уже, знаете, дубль 3, потому что я не могла понять, как мне камеру поставить, если я... Короче, не важно. В общем, зачищаем гардероб. Здесь у меня висят вещи, которые, в принципе, я ношу, но мама у меня здесь убрала немножечко, привела в порядок. Нам теперь удобнее будет все это делать. Здесь все у нас сложено, единственное, половина вещей надо бы убрать. Я люблю вещи, не люблю вещи, знаете, распределять там, это тому, это тому, хотя у меня есть там вот что-то уже отдать моим беременным подругам, что-то отдать в деревню. Я вообще такой человек, что мне бы собрать все в один мешок и отдать просто, да. Может быть, было бы прикольно сделать что-то там со своими подписчиками, поделиться, но это очень сложно, потому что времени очень мало, и лишний раз встретиться отдельно с кем-то для чего-то, это очень сложно, поэтому мне проще собрать все в один пакет, мешок и отдать это одному человеку. Вот, есть у меня такой человек, который знает, куда все это деть. Здесь мама что-то прибиралась, надо будет отдельно немножко это разобрать, но в основном здесь то, что я ношу, то, что мне нужно. Дэй, ну мама снимает, зачем ты маму отвлекаешь? Скажи всем привет, привет. Я маме буду мешать, и вам сегодня тоже всем. Открываем гардероб, достаем. Доставай, Тань. Что маме выкинуть надо? Давай. И это? Нет, это хорошего качества. Вот это? Может не надо? Да. Надо? Да. Ну бери. Вот это тебе не нравится, китайская шматина, да? Вот Дэй, не нравится вот это. А мне очень даже нравится. И майка еще внизу офигенная. Что ты с этим будешь делать? Хочешь это отдать? Дэй, ты какой-то не помощник мне вовсе. Может я сама разберусь в своем гардеробе, да? Давай, иди. Да. Вообще здесь разбирать не планируем тут разбирать. Вот так вот с ребенком снимать. Все, беги. Ура. Беги. Ай, не дерись. Драчу. Так, поехали. Пока были эти разные дубли у меня. Вот майки, короче. Вот такой кислотный цвет я люблю. Она тянется, она какая-то такая полосатая, она прикольная. Я не хочу ее отдавать. Хоть она и полностью какая-то капроново-синтетическая майка. Но мне нравится цвет. И вот такие майки тоже я люблю. Они тоже хлопковые, чем-то им покупала. Короче, они нужны. Когда кто-нибудь остается ночевать, маечку надеть надо. Это мы оставляем. Вот такие шортики у меня есть. Казалось бы, уже пора их отдать. Но, блин, вот дома в них гонять реально очень классно. Блин, не могу снимать прям видео. Мне все жалко. Вы сейчас посмотрите, что. По-моему, я мало что отдам. Вот такие шорты тоже. Вот в Тираново покупала. Стоят копейки. Ну, посмотрите, цвета классные. Хлопок, блин. Ну, как можно их отдать? Оставляем. Будем носить. Костюм домашний в фикс-прайсе, который покупала серая. Но не буду его раскрывать, потому что я его точно оставлю. Так, вот сомнения у меня есть по вот этой вот кофточке, потому что она уже на меня маловато. Но она прикольная. Она, знаете, как корсетик сзади вот сидит. Что-то в ней такое есть. Она очень классная. И тоже ее так жалко отдавать. Я ее покупала в фирменном магазине, на самом деле. Вот. Клианс в Москве. И это был вообще костюм. Только юбку я не могу нигде найти. Классная штучка. Классная, красивая. Надо отложить. Пока что отложить. Есть такие вещи. Вот, я знаю. Не сразу прямо отдавать, знаете, а отложить то, что ты не носишь. А потом решить уже. Может, ты что-то оставишь тебе, если еще жалко. Я на самом деле очень привязана к вещам. И так как блогер еще, ты же думаешь, что тебе все пригодится. Во-первых, для вас снимать что-то, да? Хотя я все время в одном и том же как-то снимаю. В итоге как-то. Маечка просто беленькая. Это нужно. Это вообще не отдается. Не обсуждается, не отдается. Так, что это такое? Вот из фикс прайса вот такие маечки. Коричневая. У меня есть коричневая, черная, белая, мне кажется, вот такими штуками. Пока не буду отдавать. Потому что тоже вот так они очень удобные. Носить их дома или кому-нибудь дать. Поносить у тебя дома. Дэня, не шатай. Не шатай ничего там. Так. Майки, майки. Это тоже белая майка. Она нужна. Эту майку 300 лет назад. Короче, майки хлопковые все нужны. Интересно, кто-нибудь так же, как и я, делает разбор вот этот вот? Ничего никому не отдает. Вот эта вот маечка очень классная. С таким крестом. Тоже хлопок. Покупала на Мальте. Единственный момент. У меня еще был один цвет. Ой, один раз постирал в машинке и все. Надо руками стирать. Вот я ее один раз одевала и еще не стирала ни разу. Но она мне нравится. Я ее не отдам. Если Надюшка меня смотрит на Мальте, Надюшке, привет, подружки мои. Так. Юбка. Я, блин, не ношу такое, но юбка реально очень классная. Это хорошая фирма такая. Патрисия Пеппе. Мне дарила ее моя подруга. Хорошего качества. Тоже хлопок. И очень хорошо сидит. Очень стройнит. Я думаю, что когда-нибудь она мне понадобится, когда я пойду в офис. Такая деловая. Нужная. Нужная, нужная. Дальше. Голубое платье, которое мне безумно идет. Вот оно просто, вот знаете, вот платье Майка. Удлиненное. Цвет мой. Не отдам. Хлопок. Классно. Не отдам никому. Супер зачистка, да? Я, конечно, мне кажется, вам просто покажу свой гардероб и все. Вот такая штука прикольная. Я вообще, это было платье. Я уже его несколько раз перешивала. У меня получился такой топ. Я где-то снимала мороженое, фикс прайс, по-моему. У меня получился топ и юбка. Очень нежно, красиво. Мне хочется фотосессию сделать в этом костюме. Пока что не было возможности. Так, свитер, который я покупала в секунде. Он такой удлиненный, красный, с таким классным воротом. Я буду в нем гонять осенью. Тоже не отдам никому. В секунде очень классные вещи. Поэтому они ценные для меня. Представляете? Да. Это хлопковые штаники домашние. Они тоже всегда нужны. Есть у меня вот такие вот костюмчики. Два, кстати. Они тоже очень удобные. Мне кажется, что их не нужно пока отдавать. Я их, наверное, еще потаскаю. Вот такой костюмчик. И вот еще. И вот еще костюмчик такого цвета. Этот я не помню, где брала. В Москве, может быть, или где-то в Ростове. Не помню. Но вот этот я помню, что брала на Мальте. Поэтому он мне ценен как память просто. Хотя расцветочка так себе, знаете. А сейчас вроде такое и модно. Хрен его знает. Пусть лежат, короче. Это такие костюмы, на самом деле. То, что не мнется, лежит. Вот срочно выбежать куда-то. Надел так, бегом. И все. И побежал. Поэтому это мы останемся. Ой, решила зачистку сделать. Короче, посмотрите просто, что мама сложила на моих полках. Да? Думаю, вам тоже это будет интересно. Платье голубое, которое, помните, в секонд-хенде брала. Охренительное. Его, естественно, я никуда не дену. Так. Футболки, футболки, футболки. О, кстати, штаны. Фаберлик. Я купила еще майку такую же. Покажу в комплекте. Далеко. Чтобы не убирать, здесь положу. Так. Что это у нас за маечка? Тоже хлопковая. Тоже классная. Ну, ага. Мне не нравится, что здесь все сыпется. Она уже рассыпалась вся. Но при этом тоже неплохо смотрится. А вот на рукавах все целые штучки. Оставить еще. Люблю я эти майки, девчонки. Люблю. Люблю. Не отдать. Так. Вот что надо отдать? Вот. Да. Вот эта майка уже такая. Блин, но я ее тоже люблю. Я ее вообще покупала в Москве. И она такая розовенькая, классная, свободненькая. Ой, девочки. Ладно, надо новая брать. Вот эту майку отдам. Еще мне... У меня вот такая футболка есть. Но мне ее расцветка изрядно надоела. Я ее отдам. Хоть она и хлопок. Но вот такие, вы знаете, бывают очень яркие расцветки какие-то. Они напрягают немного. И я устаю от них. Я ее очень редко в последнее время даже снимаю. Что, Азарь? Что, кот? Мамка снимает? Так, что у нас тут еще? Это мы только одну стопочку разобрали вообще. Это серая майка такая же, какая коричневая. Так, это фикс прайс. Штаны. И что это такое? Так, и это нам уже на ретро не пригодится. Это мы уберем. Я люблю такие свитшотики. Они легкие, хлопковые. Серенькие. Под все. Под джинсовочку. Фу, под джинсовочку. Под джинсы. Отлично все. Так, одну стопку мы разобрали. Дальше пошла вторая стопка. У меня есть вот такая эксклюзивная юбка. Естественно, я никуда ее не дену. Она вся в паеточках. А паеточки я люблю. Дальше штаны. Ой, это вообще штаны не оговариваются. Не знаю я куда с ними. По дому ходить. Синий и черный костюм для дома. Так, черная майка. Так, это в маечке мы уберем. Потому что майки нам нужны. Как мы уже разобрались, да? Шорты вот такие Adidas у меня есть. Стелла Маккартни. Офигенные шорты. Я их люблю. Поэтому никуда не дену. Нелегкие. Так, платье, которое я брала в секунде. Вот такие черные. Такие, помните, да? Классные. Пока я их отложу. Я же их только взяла. Еще сразу отдавать. Ух, полежать сначала немного. Так, это что у нас? Это уже убирать надо. Убираем для холодного времени года. Вот такие штаники, которые мне очень нравятся. Я их брала на Алиэкспресс. Они здесь, знаете, сделаны. Как будто... Одеваешь там, короче, сапожки невысокие. И как будто ты в высоких запахах. Короче, в ботфордах. Секси-пекси. На Алике брала где-то. Как-нибудь покажу вам. Это тоже в теплые места. Так, платье. Не помню, как оно мне по размеру. Люблю такие зельненькие платьица. И еще они не мнутся. Классные. Недорогие. Где-то брала их. Не помню где. Так что они еще новые. По-моему, я его даже один раз одела. Вот это платье. Мы оставим. Вот эту вот очень давно покупала кофточку. Она такая черная, знаете. Но при этом она поблескивает. Я ее покупала в Москве. Ой, может быть, кто-то знает. Кома-е-ю. Кома-е-ю. Фирма. Такую. Насколько я помню, что это какая-то недешевая фирма там была. Я любила не очень дешевые вещи носить дальше. Вот такая юбка. Отдать надо. Фикс-прайсе покупала. Ни разу не одела никуда. Она прикольная. Подковали прям. Тоже ее положу. Надо отдать. Так. О, офигенное платье. Я тоже люблю такие платья. Хаки. Тут мои очки отлично будут новые, да? Короче, это платье вот на лето. То, что гонять, таскать. Мягенькое, классное. Это мы оставим. Это у нас лето. Летний вариант. Что тут еще? Так, это тоже. Мама постирала, наверное, вариант. Короче, отдам я костюм. У меня есть один костюм. У меня есть один костюм, который пришел мне там от поставщиков. И очень нехорошего качества. И, в общем, вообще непонятно, как пошит. Это чисто для дома. Ну, хлопок. Так что отдам. Вот такие есть казусы, когда вы открываете свой магазин и не знаете поставщиков, только начинаете с ними работать. Также кофточки с фикс прайса, с такой штучкой. Они нам всегда нужны, всегда важны. Ой, вот эти шорты хочу отдать. Классные черненькие шорты. Проходила в них, но пора и честно. Так, это что у нас такое? Черная из фикс прайса. Поняли, да? У меня очень много цветов. Все цвета, которые были там, серая, черная, коричневая. Все у меня. Так, это тоже уже надо убрать на теплое время года. Такой свитшотик. Я люблю такие, поэтому не отдам. Хотя надо бы, может быть, отдать. Но пока не отдам. Пока пусть лежит. Так, и мои штаны, которые я затаскала, может кто-то их знает. Они очень необычные. У них рисунок необычно видного. Просто черные, как резинки, как лосинки, как брюки. Очень классно смотрят. Дальше у меня есть вот такие кожаные шорты. Но тоже я не спешу их отдавать. Хотя они достаточно короткие. Любимые всегда меня ругают. Что за шорты и так далее. Но я думаю, что кожаные шорты должны быть в гардеробе. Вот такая юбочка из фикс прайса тоже. Я ее отдам. Видите, вот все отдаю. Покупаю фикс прайс, показываю вам, тестирую и отдаю. Еще я думаю отдать вот этот костюм. Вот он, Филипп Лиан у меня был. Но он уже изрядно потрепался. Потому что я в нем очень много ездила. Вот такой, знаете, уже немножко потрепанный. Но вот где-нибудь в деревне можно поносить. Еще и прикольно будет. Сейчас кофточку найду. Видите, начала отдавать. Еще вот такую вот интересную кофточку. Кстати, неплохо она может сидеть. Но я думаю, что ее надо отдать. Она такая грудь поддерживает. Здесь немножко кушапки такие черненькая. Под юбку хорошо будет. Отдадим. Так. Ой, брюки. Вот эти надо отдать. Покупала я их в Одессе. Но они уже, знаете, вот тоже изрядно как бы... Ну вот, уход нужен конкретно за такими вещами. Они тут со стразами. Да. Я их отдам. Я их проносила очень долго. Они очень классные, качественные. При этом вот эта сама черная вообще никак не портится. Здесь просто гипюр есть немножечко. И вот за ним нужен небольшой уход. И даже стразы практически все на месте на штанах. Что у нас такое? У нас здесь есть джинсы. Вот, кстати, джинсы можно поносить. Это мне Любашка подарила. Она покупала их в Израиле. Как раз под новые мои красочи. Очень будет хорошо. А вот такой у меня есть костюм. Тоже я его покупала. На самом деле не дешево. То есть сейчас эти костюмы достаточно дешево стоят. И у меня в магазине тоже пара костюмов из серебряной и бордо. Но этот костюм я покупала дорого. Я не помню сколько. Может быть тысяч восемь даже, да? Именно такой. Поэтому мне его жалко. Я его для концерта покупала. В нем там что-то. Дальше у меня есть вот такие джинсы. Надо их померить. Если они мне как раз, то я их оставлю. Но если они уже маленькие, то надо их отдать. В Страдивариусе покупала. Качество джинс, кстати, хорошее в Страдивариусе. О, вот такие вот у меня есть еще джинсы. Но уже вот такая рванина, она вообще походу не модная. И как-то вот мне не хочется даже такую рванину одевать. Может быть из них сделать шортики. Фирма Дисквайр. Шортики можете сделать. Надо посмотреть. Блогер я. Желтенький шарфик. Люблю всегда делать акцентики. Блин, мы уже снимаем так долго? Все, давайте вот я сейчас чуть-чуть и все. В общем, вы поняли. Вот так я делаю разбор своего гардероба. Очень много у меня всяких майк, всяких шорт, всяких свитшотов, костюмов и так далее. И очень сложно мне от этого всего избавиться. Но просто большую часть я уже отдала. Девчонки сделали запрос. Говорят, давай покажи. Не знаю. Надеюсь, мое видео было интересненько хоть чем-то. Чуть-чуть полазили в моем гардеробе и поняли, как тяжело мне расставаться с вещами. Поэтому у меня их много. И поэтому у меня 10 тысяч заходов для того, чтобы переехать в новую квартиру. Ладно, мои хорошие. Я вас люблю. Целую. Буду продолжать разбор свой. Что там свалилось, Дэнь? Прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. Ну и чтобы вы понимали, что не такая уж я и жадная. И работаю со своими привязанностями. Я выключила камеру. И как-то все пошло-поехало. И еще вот такую гору вещей я отдаю. Сейчас быстро покажу, что. Так, я нашла от костюма кофту. Вот она она. Вот она она. Это я отдаю. Отдаю вот такую кофточку. Тоже одела ее всего лишь один раз. Вот такая вот она. Прикольненькая. Думаю, кому-то она подойдет. Но мне как-то вот этот вот кислотный рисунок, как-то мне кажется, по моему внутреннему стилю не подходит немножко. Вот она висела. Ждала, пока я ее отдам. Также в фикс прайсе я брала вот такие вот джинтики. 100 рублей. И что, я в них один раз тоже куда-то сходила. Может, кому-то подойдут. В секонд-хенде брала вот такую вот 100% вискозы, девчонки. На самом деле офигенная рубашечка легенькая. Но кому-то она, возможно, подойдет. Она не практически, а она новая. У нее даже вот пуговка здесь даже еще есть. Для начала, конечно, все вещи я предлагаю своим подругам. То есть вот ко мне придет сегодня подруга. Может, она что-то увидит. Кристинка там, да. То есть они сначала возьмут, что им было бы интересно поносить. Потому что одно дело свои вещи все время таскаем. А другое дело у подружки взять что-нибудь погонять, да. Для меня оно уже, допустим, надоело, а им по кайфу. Дальше вот этот костюм решила. Немножко мне показалось, что он взял оттенок чего-то розового. Как бы здесь мне и видно этого, но я увидела, когда оно лежало сложно. Поэтому, может, кому-то это не принципиальный момент. Потому что качество хорошее и дизайн хороший. Но я не люблю, когда уже чуть оттенок другой. Также отдаю свое любимое счастливое платье. Вот такое вот. Оно очень красиво сидит, такое розовенькое. Ну, просто я уже не ношу, потому что оно достаточно коротковатое. И мне оно уже будет, ну, слишком. Это раньше, когда я, как бы, искала своего суженного ряженого. Это платье, на самом деле, оно счастливое. Оно хорошее, яркое и очень много внимания у меня было. Вот такая кофточка, кстати, очень классная. Качество ее не изменилось. Просто мне уже надоел этот рисунок. Он достаточно яркий, написано Нью-Йорк, со стразами, все. Ну, просто надоел уже рисунок. Так, фикс прайс кофточку. Одну себе такую оставила, одну решила отдать. Она классная, легкая, под джинсики, кайф. Тут написано, мечты сбываются. А я себе оставила, что делать маленькие вещи с большой любовью, что-то такое. Классная. Все-таки решила вот эту зеленую отдать свою. Все-таки уже у нее возраст. В плане, я-то знаю, да, в голове уже большой возраст у нее. Уже надоело. Вот это платьица померит сегодня ленок. Ей понравится. Она такая легкая, свободная. А я вот его один раз одела, и как-то и что-то не мое. Не мой стиль. Также в секонд-хенде, кто помнит, я брала вот эти платушки тоже. Ну, тоже, я же не буду носить их, понимаете. Поэтому надо отдавать. Пусть девчонки носят. Тем более, этот размер не мой. Это М-ка. Вот это платье, в котором тоже я один раз спела песню. Тоже классно будет под джинсовку, и все, оно очень необычное, классное платье. Но не мое, не мой цвет, не мой дизайн, как бы оно у меня немного взрослит. А есть девочки, которые именно носят такие моменты. Платье очень качественное, скажу вам. Вот это тоже я брала в секонд-е, тоже очень классная вещь, под белые шорты. Очень красиво будет. Но я такое не ношу, просто не ношу. Мне кайф было взять, потому что это классная вещь. И я не хотела, чтобы она досталась кому-нибудь. Тем более, вам надо было показать. Пусть она лучше достанется кому-нибудь от меня, через меня. Ой, вот этот мой любимый топик. Очень долго его носила. И вот прям, просто опять же, да, я его носила несколько сезонов. Просто вот так на грудь. Оп-оп, яркий и красивый. Но если я куплю какой-нибудь другой, а этот уже должен кому-то другому порадовать. Такая вот маечка легкая. Кислотная. Я люблю такие кислотные вещи, у меня еще они остались. В общем, одну такую отдаю. Она очень подчеркивает загар. Вот такое платье. Я себе оставила голубое, а оранжевое вот отдаю. Тоже в обтяжечку, такое майка, туника. Вот смотрите. Тоже подчеркивает загар очень хорошо. Вот такую маечку отдаю. Тоже под джински, под шортики на лето хорошо. Так, что еще? Ой, вот эту вот штуку очень долго носила. Так она мне нравится, даже не знаю. Но она просто свое уже у меня тоже изжила. Она очень легкая. Прям знаете, вот ну кафе ее куда-то надел. Она тянется, такая свободная вся, классная. Но мне надо что-то такое купить, только новое. А это пусть кто-нибудь погоняет. Так, что еще? А, брюки. У меня, короче, есть такой костюм. Кофта брюки, тройка, короче. И этот, жилетка. Надо найти и все это вместе отдать. Потому что тоже этот костюм брала давно. После него у меня уже тысяча костюмов было. Состояние хорошее. Думаю, кому-то пригодится. И вот эту кофточку тоже брала в Second Head. Она мне маловато, а я. Она классная, помните? Вот с этими стразиками мне очень понравилась. Она, кстати, мне кажется, такая... Ну, хорошего качества я чувствую сразу. Made in Italy. Сто процентов на нейлон. Но она маленькая, она на эксцесс. Как-то у меня в ней руки грубоватые чуть-чуть. Поэтому я ее тоже отдаю. Еще я также решила отдать что-то из опови. Вот такая вот обувь, которую я тоже протаскала очень долго. Но последние года два я вообще даже не надевала никуда. Думала, куда-то будет кому-то прикольно. Она такая универсальная, черно-белая. Интересная. Клевая, короче. Тоже задарю кому-нибудь. Вот такая вещей полетит к кому-то. Кто-то разберет себе прекрасные вещи. Вот. Так что нужно работать с привязанностями. Это правда. Но как-то вот у меня, видите, на камеру оно не сработало. Что-то все жалко, жалко, жалко. Камера выключилась. И все, пожалуйста. Я набрала кучу вещей. Так, один мешок я уже отдала. Вот сейчас второй мешок. И это еще не все. Это я разобрала, девочки. Всего лишь раз, два, три. Три полки. То, что я вам показала. И на вешалке немного разобрала. Все. А у меня еще, извините, стоят коробки. Раз, два, две сумки. Под кроватью три. Ящика стоят. Короче, у меня много еще вещей. Вот. Все. Люблю, целую. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Если так, если у меня получилось работать с привязанностями и вещи, которые, я даю, вам показались хорошими, прикольными, какие-то, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Я с вами прощаюсь. И да, цвет волос мне вот этот вот не нравится. Слишком желтый. Я буду тонировать, буду что-то делать. Так что не обращайте внимания пока. Это временный момент. К любимому я поеду красивая. Субтитры сделал DimaTorzok